решили применить, чтобы сделать процесс взятия в плен более безопасным. Если вы желаете добровольно сдаться чью верификацию, отправляйтесь на место в точно указанное время. Следует помнить, что в данном случае точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера. При возможности дополнительно уведомите представителей ВСУ о прибытии на место и дождитесь дальнейших инструкций или ожидайте появления квадрокоптера в зоне видимости. Видев в зоне видимости квадрокоптер, необходимо установить с ним визуальный контакт. Наплюдая за дрон, поднимите куберки в стороны и вверх. Таким образом, сообщая о готовности выполнять дальнейшие квадрокоптеры, когда контакт установлен, дрон совершит маневр, поднявшись и опустившись на несколько метров вниз и вверх. После этого, коптер обозначит вектор движения, плавно снизившись и плавно набрав высоту в заданном направлении, оставаясь на постоянном визуальном контакте с пленкой. Пленный должен слом. В таком случае, военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать укрытия следующего дрона, сохраняя в зоне видимости точку последнего визуального контакта, спридать повыше описанку на алгоритме и продолжить движение. Российские солдаты, сохраните себе эту инструкцию, распространите ее среди ваших заслуживцев и знакомых. Сохраните. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова